МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск «Каждый день вечера утра». Реальность сама складывает картину дня. В студии Гульнары Шарипова смотрите сегодня в программе. Спорт не для всех. Мне кажется, стоит все-таки как-то отстоять свое... Все-таки оскорбление какое-то есть. И мне кажется, все-таки стоит отстоять это все-таки, даже с нейтральным флагом. Куда повернет спортфорум после отказа МОК? Инсулиновые пробки. Опять же, были введены новые препоны от федеральных, новые правила в закупках по 44-му законодательству. К великому сожалению. Даже рады бы, скажем так, в министерстве где-то, значит, закупиться и фразовыми договорами, и как-то побыстрее все это сделать. Но мы не можем сделать это исключительно в рамках федерального закона. Почему возникают заторы в поставке лекарств? Крамзинские чтения с революционным уклоном. Этот год мы отмечаем как юбилей столетия Великой Русской Революции. Поэтому, собственно говоря, и приоритеты российского исторического общества, и приоритеты нашего издательства были, конечно, посвящены именно этой теме. 16-е Крамзинские чтения стартовали в Ульяновске. Снег, которого в регионе так долго ждали, буквально обрушился на город и районы. Перед коммунальными службами вновь стал извечный вопрос, как очистить от этого холодного богатства дороги и дворы. Насколько затянется снегопад? О горожане же в очередной раз задумались, готов ли город к непогоде. Песок и соль видели где-то щедро разбросанными на тротуары и дороги, а где-то не видели ничего, кроме сугробов и снежной каши. И пока в одних пабликах размещали фотографии работающей спецтехники, в других недоумевали, где же она. Вопрос со снегом не оставили без внимания руководство. Работу системы контроля за снегоуборочной техникой проверил председатель правительства Александр Смекалин. Качество уборки Алексей Гаев, глава администрации областного центра. Что происходило на дорогах и во дворах в эти снежные сутки, смотрите прямо сейчас. С 4 декабря в разных районах области выпала от 50 до 80% месячная норма осадков. Больше всех замело Димитровград. Здесь синоптики говорят о сугробах высотой в 30 сантиметров. Коммунальным службам приходится работать в буквальном смысле и днем, и ночью. Городская администрация сообщает, что на магистралях, городских тротуарах и дворах десятки спецмашин. Их работа контролируется при помощи системы спутникового мониторинга ГЛОНАСС. Всего на улицах и во дворах города работало порядка 145 единиц техники. Это 67 единиц по доремстрою, 10 единиц по центру по благоустройству и 68 единиц по управляющим компаниям. Сегодня мы еще раз утром проехали по городу. В принципе, все основные дороги находятся в проезжем состоянии. Уборка во дворах началась у нас с 3 часов ночи и будет продолжаться сегодня днем. На ликвидацию всех образовавшихся ледяных накатов отводят не более двух дней. Обещают добраться до всех дворов, если, конечно, этому не помешают автовладельцы. Многие паркуют автомобили у обочин. При этом это очень серьезно струдняет движение и работу техники. Мы видели это сегодня неоднократно и на самых основных, центральных улицах города, и на улице Гончарова, и вчера ночью, когда техника работала. И в результате нет возможности очистить дороги до того состояния, которое хотелось бы. Что помешало дорожным службам очистить эту магистраль, остается загадкой. Но то, что трасса находится далеко не в том состоянии, в каком хотелось бы, почувствовали все пассажиры этого автобуса. Вспомнили коммунальные службы наверняка недобрым словом и жители одной из типовых многоэтажа Кулиановска. Камера наблюдения зафиксировала в буквальном смысле отпадные картины. Надеемся, что эти падения были не очень жесткими. Однако не всем удалось пережить первый гололед без травм. Минздрав Ульяновской области на официальном сайте публикует информацию о 100 пациентах, обратившихся в травмпункты после прогулок по улицам. Количество пациентов, обратившихся в травмпункт засияшки в связи с неблагоприятными погодными условиями, с понедельника на вторник увеличилось именно из-за гололедов на 15 человек, со вторника на среду на 12 человек. Нежелательно, конечно, выходить просто так на улицу без необходимости, потому что, к сожалению, на сегодня улицы пока не имеют вопросов по поводу безопасности. То есть, ну, на сегодня скользко. Зима только на старте. Гидромедцентр предупреждает о продолжении осадков. В ближайшие сутки с приближением западного циклона ожидается погода с осадками, преимущественно в виде снега. С 8 декабря и выходные дни с затоком холодной воздушной массы северных широт ожидается постепенное понижение температуры. В ночные часы до минус 8, от минус 8 до минус 13, дневные от минус 5 до минус 10. На дорогах сохранится гололедица, будьте осторожны. Гульнара Шарипова, Александр Кудряшов, репортер 73. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде 2018 года. Информацию озвучили накануне на заседании из полкома Международного олимпийского комитета. Чистых российских спортсменов все же могут допустить до зимних соревнований в Пхенчхане, но исключительно в качестве независимых участников под нейтральным флагом без обозначения страны. Участвовать или нет, мнения разделились. Между тем, в Ульяновской области в 18-м стартует форум «Россия – спортивная держава». Как изменится повестка мероприятия и вообще переформатируется ли она после случившегося? Ответы на эти и другие вопросы искала наша съемочная группа. Итоги отстранения России от участия в Олимпиаде 2018 года. МОК приостановил членство президента Олимпийского комитета страны Александра Жукова. На зимние соревнования готовы пригласить спортсменов, не нарушавших антидопинговые правила, и только под флагом МОК в статусе атлет из России. Пожизненно лишены олимпийских аккредитаций бывший министр спорта Виталий Мутко и некогда его заместитель Юрий Нагорных. Международный комитет объявил и о намерении получить компенсацию, которую он затратил на допинговое расследование. Это 15 миллионов долларов. От того, что МОК не считает, что Россия должна принимать участие в следующих Олимпийских играх и накладывает на нас вот такие тяжелые и беспрецедентные санкции, от этого наша сторона не становится менее спортивной державой или державой с менее великими спортивными традициями. Полностью либо частично МОК снимет при остановлении деятельности Олимпийского комитета России с начала церемонии закрытия Олимпиады 2018 года только при условии полного принятия и соблюдения правил со стороны спортсменов и официальных лиц, передает ТАСС. Отразится ли новое положение сборной страны на повестке февральского форума «Россия – спортивная держава», который пройдет в Ульяновске? В его программе пять основных направлений, в том числе и круглый стол по теме «Олимпийский спорт и спортивная индустрия». Наверное, все-таки окраска форума как-то поменяется. Наверное, поменяется. Да, будут перспективы Олимпийского движения, и в России в том числе. Но о программе форума пока я не могу судить. Все-таки это всероссийское мероприятие, оно проводится на нашей территории, но руководят там все-таки умы из Москвы, спортивные функционеры федерального масштаба. На форуме нам надо пересмотреть немного программу мероприятий и усилить там все те деловые компоненты, которые связаны с обсуждением реформирования системы управления физкультурно-спортивной отрасли. Еще более политически важен форум будет в предвыборный февраль. Потому что сейчас наши партнеры добились некоторого раскола в обществе в смысле того, что жители и спортсмены обсуждают, нужно ехать под нейтральным флагом, или это оскорбительно для нашей страны. Этот вопрос сейчас один из самых важных. Мнения действительно разделились вплоть до диаметрально противоположных. 12 декабря в столице проведут Олимпийское собрание России. А Тульяновской области делегируют полномочного представителя. Все хотят поучаствовать в Олимпиаде. И их надо как бы не то, чтобы вознаградить, а все-таки надо отправиться на эту Олимпиаду даже под нейтральным флагом. Но все уже понимают, что это русский человек, что это человек-россиянин. И эта победа, она будет общероссийская. Спорт всегда был честью политики и честью внешней политики. У всех стран буквально, у всех развитых стран. В разные времена по-разному реагировала наша страна на подобные вызовы. Был период, когда Америка игнорировала Олимпийские игры в Москве. Мы им в ответ игнорировали Олимпийские игры в Велос-Анджелесе. Вы помните, да? То есть это политика чистой воды. Но мы уравняли счет 0-0. Я считаю, что на данный момент мы смолодушничаем, если отправим туда своих спортсменов, без определения страны и вообще без понятия суверенитета страны. Многие считают, что положение российской сборной – это прежде всего политическое решение и никак иначе. Другое дело – сама связь, политика и спорт. Что здесь ставить во главу угла? Желание спортсменов участвовать, достоинство, совесть или народное самоосознание? Политический аспект здесь конкурент в полной мере. Если бы с точки зрения спортсмена и тренера брать, то есть Олимпиада – это все-таки высшее, что есть у спортсмена и у тренера. То есть готовятся они каждые 4 года и готовятся очень серьезно. Выступать обязательно, как бы надо данному спортсмену, но под нейтральным флагом за честь страны, которой как бы нет. Тут уже это на усмотрение каждого спортсмена, каждого тренера. Как сообщает телеканал 360, предполагается, что Владимир Путин на всероссийском форуме добровольцев объявит решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде. Один из вариантов – полный бойкот Игр 2018 года. Анжела Забаштаев, Андемидов, репортер 73. Мнение спортсменов и околоспортивной общественности в ситуации с неоднозначным решением МОК, безусловно, должно быть принято во внимание на самом высоком уровне. История с политическим подтекстом – в этом сходятся все. И те, кто уверен, что россиянам все-таки стоит выступить на игры в Корее под нейтральным флагом, и те, кто категорически против возможности такого решения. Однако спорты – это незакрытый клуб, участники которого варятся в собственном котле. Сегодняшняя скандальная ситуация интересна абсолютно всем. У каждого жителя России есть свое мнение как о решении Международного Олимпийского комитета, так и о возможностях реализации наших спортсменов в сложившихся обстоятельствах. Тот случай, когда слово «борьба» применительно к спорту имеет уже не два, а три значения. Что думают ульяновцы о случившемся и возможных дальнейших решениях? Ответы в нашей постоянной рубрике «Глаз народа». Сборную России отстранили от участия в Олимпиаде. Вы слышали? Да. Вот предлагают доехать, все-таки участвовать, но под нейтральным белым флагом. Как вы считаете, спортсменам стоит участвовать или нет? Ни в коем случае. Почему? Ну как это? Я так считаю, на всю страну такой плевок. И ехать, выступать под чужим флагом, вообще тем более под нейтральным. Нет, ну как-то нет России, что это за игры? Большинство наших спортсменов там, это уже будет не соревнование. Будет сразу понятно, кто выиграет. Я думаю, не стоит. Ну что? Ну что? Ну престиж, странные все-таки. Обидно, ну нельзя так, надо их все равно как-то ставить на место. Ну что это такое? Так невозможно. Ну спортсменов жалко. Жалко вот. Ну а сами они теперь будут индивидуально решать? Ну не стоит без обозначения страны, как-то не солидно. Почему? Я думаю, стоит. Почему? Ну потому что это же не только, так сказать, национальное. Я думаю, что это и дело каждого, чисто спортсмена. Нужно доказать то, что они могут. Почему бы и нет не поехать по нейтральным флагам? Нет. Не стоит. Нет, их опять пропалят. То есть вы действительно верите, что наша сборная с допингом какие-то у нее проблемы? Да, да. Даже на государство в уровне, да? У нас знакомые есть, которые допинг используют. Мне кажется, стоит все-таки как-то отстоять свое. Все-таки оскорбление какое-то есть. И мне кажется, все-таки стоит отстоять это все-таки. Даже с нейтральным флагом. Нет, как Кадыров сказал, правильно сказал. Не стоит. Не стоит. Ну а как вы считаете, вот это все, что происходит со спортом, в России проблема или это политика? Это политика. Политика, да. Нет, конечно. Не согласны вы с этим? Не согласны. Почему? Ну как бы надо быть за Россию, за свою страну. Поэтому должны только своим флагом выступать. Считаю, что нет. Почему? Ну, потому что, во-первых, это позорит нашу страну. Потому что флаг – это как символ нашей страны. А если будут выступать под белым флагом, то какая страна, какая сборная, если она выступает не под флагом российским. Это мое мнение, я так считаю. Вот вся ситуация со спортом. Россия что, с допингом заигралась? Или это все политика? Ну, я скорее всего считаю, что это политика, потому что, ну, как-то, по крайней мере, то, что нам показывают, то, что мы видим в интернете, все говорит о том, что это делается специально. Потому что, даже элементарно, если почитав по ресурсам, я тут недавно наткнулся, мы сдаем больше всех допинг-проп, а американцы там сдают гораздо меньше, а к нам именно прицепились. Какой допинг? Вы что, это все специально, все давится, давится, это все от политики. Ну, и политика, в принципе, я за. Нельзя, чтобы нас вообще, об нас вытирали ноги. Вы знаете, я обращаю внимание на аллогичность ситуации. Говорят, что все чистые спортсмены могут ехать под нейтральным флагом. А где же здесь логика? Раз они чистые, пусть они едут под государственным флагом. Получается, что наш спортсменов наказывают дважды. Сначала отстраняют виновных, а потом еще раз наказывают невиновных. Мне кажется, это совершенно парадоксально. Не только на спортсмен попричь все это происходит, но еще и на многих других, на военных и на политических. Поэтому я считаю, что все притязания к спортивным достижениям, которые были до... Я знаю, что снимают медали за 2014 год, за Олимпиаду, за 1996 год. Не знаю, с чем это связано, но так оно и есть. Думаю, что это политика. Политика Америки и политика Европы. То есть настроены против России, против того, что мы помогаем Сирии, помогаем всем странам. То есть не нравится людям. Только политика, я так считаю. И то, что отстранение нашей сборной, то есть сами даже участники Олимпиады других стран, как без России, как без России, с кем соревноваться. Банкротство КПД-1, одного из крупнейших региональных застройщиков, сегодня активно обсуждается в соцсетях. Якобы совсем скоро все сотрудники будут попросту уволены. И это в преддверии Нового года. В региональном правительстве признают, что ситуация с КПД-1 действительно непростая. Но речь идет не о тотальном увольнении всех сотрудников, а о переводе большей их части в ИНИ, создающейся на материальной базе КПД-1 организации. Идет экономическое оздоровление предприятия, заявил министр промышленности Уляновской области Дмитрий Вавилин. На базе компании КПД-1 созданы три дочерних подразделения. В избежание негативных последствий подано заявление в службу занятости о том, что персонал компании сократят до юра, после чего 90% штата возвратится на рабочие места уже в новых организациях. Под окончательный расчет попадут только те работники, которым по закону положен выход на пенсию. Подразделения созданы по принципу отраслевой специализации. Это транспортное предприятие, это производственно-строительный комбинат и торговый дом КПД-1. Всего численность КПД-1 составляет 515 человек. В пределах 10% произойдет оптимизация численности персонала. Весь оставшийся персонал, это порядка 470 человек, будет в течение декабря трудоустроено на базе площадки КПД-1. Вот в этих трех обществах с ограниченной ответственностью. Вопрос по выплате заработной платы также находится на контроле в профильном министерстве. Срок задержки не превышает недели. Новосозданные предприятия продолжат работу по профилю. Изготовление железобетонных изделий и строительство многоквартирных жилых домов. Ни один многоквартирный дом у нас не пострадал от этих действий. Риска возникновения обманутых дольщиков никакого нет. И кроме того, помимо текущей деятельности, связанной с домостроением, данные предприятия будут иметь возможность также и получать заказы со стороны внешних застройщиков. Таким образом, ситуация не выбивается за рамки контролируемых процессов. В обновлении структуры и разбиении единого крупного предприятия на три профильных специалисты отрасли не видят, во-первых, ничего опасного для работников, а во-вторых, ничего необычного. То, что вы озвучили, что они хотят разделить предприятия на три направления. То есть, один строит, другой продает, а третий, я понимаю, транспортные предприятия возят и зарабатывают деньги, оно очень грамотное. Это правильно. То есть, это называется выстрелить рычаг за траты, чтобы каждый отличался за свою. Поэтому, если это на самом деле так, я считаю, здесь все правильно. Такой подход позволяет сохранить и кадровые, и производственные потенциалы. В Ульяновске открылись 16-е всероссийские карамзинские чтения. Наш регион – родина автора истории государства российского и знаменитой бедной Лизы Николая Карамзина. На годы жизни писателя выпали революционные потрясения в Европе, которые нашли свой отголосок в восстании декабристов на Сенатской площади. Свои мысли и впечатления от происходящего Карамзин выразил строкой, вынесенной в заглавие чтений этого года. «По чувствам, останусь республиканцем». Какие уроки истории можно повторить, читая классика русской литературы? И какие мысли и чувства, изложенные на бумаге, отражаются в реальной жизни? Обсуждали в Ульяновской научной библиотеке. Научно-практическая конференция «Карамзинские чтения» традиционно собирает на Сенатской земле гостей со всей России и даже из-за рубежа. В год столетия революции участники чтений обращаются к творчеству великого историографа и литератора в поисках ответа на вопрос, каким же видел государственное устройство и мировое устройство сентиментальный республиканец. В этом году «Карамзинские чтения» вошли в программу Международного форума историков, философов и публицистов 1917-1922 «Провинция в эпоху системных кризисов». События, которые совершились 100 лет назад, сегодня побуждают нас не только оглянуться назад в прошлое, но и осмыслить будущее человека будущего. «А почему мы обращаемся к Карамзину? Почему мы не забываем Николая Михайловича Карамзина? И почему конференция Карамзинская органично входит в форум? Потому что Николай Михайлович Карамзин всей своей жизнью, всем своим существованием, всеми своими трудами, он тоже все их посвятил человеку. И какова будет судьба России? Ему это было небезразлично». Наша малая родина и сегодня находится на перекрестке религии, национальности и мировоззрений. При этом все такими же актуальными остаются вопросы единства и целостности народа. Не последнее место занимает патриотическое воспитание, которое невозможно без знаний истории и культурного наследия. «Дух симбирской, ульяновской земли многое объясняет в творчестве Карамзина, в его личности, в том, почему и по сей день его книги вызывают серьезную научную дискуссию, плодотворно влияют на развитие науки». Карамзинские чтения – это площадка, где состоявшиеся ученые и студенты могут вступить в диалог. Здесь встречаются взгляды, которые формируют науку сегодня и готовят ее завтрашний путь. «В 2015 году в Пензе мне удалось обнаружить неизвестное письмо Николая Михайловича Карамзина, которое он написал своему сводному брату. Для меня это было очень большим открытием. Это письмо стало широко известным по всей нашей стране. Я уступал сообщениям по этому открытию здесь, на Карамзинских чтениях». «Программа становится все разнообразнее. Мне интересно то, что все больше и больше она рассчитана на разные поколения. Ну и в этот раз мы собрались, и программа будет очень интересная, насыщенная доклады. Я очень рад тому, что здесь прозвучат доклады студентов и аспирантов, начинающих исследователей. Жду, жду, я собираюсь послушать. Мне очень интересно». Конечно, научная библиотека, где проходит конференция, – это святая святых любого книгомана. А вот тенденция современных книгоизданий для многих не очевидна. «Этот год мы отмечаем как юбилей столетия Великой русской революции. Поэтому, собственно говоря, и приоритеты российского исторического общества, и приоритеты нашего издательства были, конечно, посвящены именно этой теме. «Классика всегда пользуется спросом, и, собственно говоря, это уже никак не зависит, так сказать, от юбилеев, потому что классику всегда читали и всегда будут читать». Разобраться, чем жил наш выдающийся земляк, какие взгляды запечатлел на страницах своих трудов, как менялись его собственные убеждения и каково было отношение к ним среди современников, задача карамзинских чтений. Два дня конференции дадут обширную почву для дискуссий и обмена опытом. Вера Мещерякова, Юрий Тимонин, репортер, 73. В торговом комплексе «Спартак» новоторжская ярмарка развернула свои торговые ряды чипированных шуб. Выбор богатый. Особый интерес вызывают норковые шубы, которые новоторжская ярмарка выпускает под собственным брендом «Зимос». Хорошая новость для всех, кто хочет купить натуральную шубу или дубленку. Новоторжская ярмарка за шубой открывает главную выставку сезона. Выбрать из чего и мужчинам, и женщинам. Это модные куртки, манто, элегантные длинные пальто, меховые жилеты. Все из натурального меха. Меха различные. Мутон, нутрия, стриженая нутрия. Овчина премиум, лисица, куница, каракуль и, конечно, норка. Размеры шубы от 42 до 60. Также на выставке продажи для вас головные уборы из каракуля и норки. Будьте красивыми. Всего более тысячи готовых меховых изделий. Цены от производителя выгодные. Вот такая современная мутоновая шуба только в дни выставки стоит 41 980 рублей. Смотрю вот шубу. Шубу на каждый день, чтобы, может, было удобно ее носить, не мерзнуть. Мутон смотрю. Почему именно этот мутон? Ну, он очень износостойкий и по цене, по качеству. А шубу, стриженную нутрия под норку, вы купите от 39 980 рублей. Шуба выглядит дорого, как норка, а цена ниже. У меня прилила эта шуба богатый отдел капюшона. Такой пушистый мех. Будет приятно согревать в морозе. И приятно заполняет образ. Мечтаете о норке? На новоторжской ярмарке вас ждут норковые куртки-монто, элегантные длинные пальто. Мех норки качественный, цвета различные. Цены на норку сейчас от 59 до 350 тысяч рублей. Покупать норковую шубу нужно у производителя. Например, такую модную норковую шубу с капюшоном вы купите за 135 тысяч рублей. А длинную шубу из норки «Зимос» собственного зверохозяйства вы купите за 195 тысяч рублей. Мех тщательно отобран по высоте, густоте, шелковистости и блеску. Шубы «Зимос» идеально сидят по фигуре. Я вообще искала себе цвет какой-нибудь необычный, потому что не хотелось черный. А тут мне понравился, я даже не знаю, дымчатый какой-то, серый. Но необычный цвет привлек внимание. И я смотрю, что он выбивается из ряда вот этих всех шуб. Это шубы именно выбиваются. Я понимаю, что она моя. Все шубы соответствуют российским ГОСТам. Чипированы. Мех качественный, гарантия до года. Кредит. Добро пожаловать на новоторжскую ярмарку за шубой. Торговый комплекс «Спартак» до воскресенья 10 декабря включительно. Читайте в новом выпуске «Аргументов и фактов» в Ульяновске. На первой странице АИФ вспоминает, какие деревенские и городские казусы длятся годами и не решаются. Событие недели. Начало календарной зимы было отмечено в Ульяновске заседанием Общественного совета ПФО, впервые работавшего в новом формате. Заседание прошло при участии полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Гость номера Дарья Сологуб, научный руководитель Семейного центра психологической коррекции. Говорим о том, как современный информационно-насыщенный мир влияет не только на людей, но и на плод в материнской утробе. О том, кому психолог нужен, а кому нет. О психологическом диагнозе для целых территорий. Городской бюджет. Рассмотрение главного финансового документа на 2018 год и его принятие во втором чтении состоялось 29 ноября в зале заседания Ульяновской городской думы. В рубрике «Ваше здоровье» читайте о том, кому туберкулез не страшен, как проверить себя на йода-дефицит, нужно ли сообщать человеку, если он неизлечимо болен. Традиционно на страницах аргументов и фактов ищите программу передач телеканала «Репортер 73». Цветочный стиль, превосходный декор, секреты и нюансы в нашем салоне «Цветы и штучки» Карла Маркса 17, где живет красота. Массаж оказывает пользу для нервной, сердечно-сосудистой и лимфатической систем. Улучшает кровоснабжение, укрепляет опорно-двигательную систему. Телефон для справок 440285. Буревестник. Быть первым, быть лучшим. Это все на сегодня. Делайте новости вместе с нами. Звоните 304073. Читайте и смотрите www.reporter73.tv. Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова